Американское посольство призывало граждан немедленно покинуть Россию и в числе прочих причин называет возможность терактов. Как думаете, у них есть какая-то новая информация? Ну и вообще, вот в той ситуации, в которой сейчас Путин загнал себя, он действительно может устроить теракт, например, для новой эскалации в центре России и, может быть, в Москве? А что, собственно, ему может помешать? Не этические страны делают неорганизационные возможности препятствия местам. Разумеется, все, что нужно сделать для того, чтобы удержать власть, а удержать власть можно только в рамках военной повестки, а военная повестка истекает, особенных побед, ну, больших побед не будет, ясно, что дело ограничено, ну, наступление, да, можно отбить какие-то ранее завоеванные, так сказать, ранее утерянные города, там, в оккупационной зоне и так далее. Но ни Киева, ни Харькова не будет. Надо чем-то держать напряжение. И отличная тема взрыва домов, мы помним. И если в 99-м году вертели у виска, да, пальцами на тех, кто говорил, что это сделал Путин, то сегодня прошло почти четверть века. Есть еще сомнения в том, что ФСБ способна на взрывы домов, что Путин что-то может остановить. А тогда говорят, ну ладно, ну не взрывы же домов, ну подождите, ну помощник Собчака, ну ладно, ну что вы говорите. Сегодня уже никаких иллюзий, я полагаю, нет по поводу этого помощника Собчака, как, впрочем, по поводу самого Собчака, я полагаю, все меньше иллюзий. Вот. Так что я думаю, что ничего принципиально невозможного нет. Хотелось бы, конечно, думать, что американское посольство все-таки, то, что это дует на воду, перестраховывается. Но в прошлый раз они угадали точно с войной, да, не угадали. Информация у них, видимо, есть. Поэтому, да, будем, что называется, наблюдать, как говорит один наш коллега. Периодически поступает информация, что кто-то хочет запретить, закрыть, ограничить или полностью заблокировать Ютьюб. И у меня до сих пор, собственно, один вопрос, почему еще? Нет, мы с вами не дорабатываем, Виктор Анатольевич, недостаточно проблем приносим Кремлю? Лена, недостаточно, недостаточно, потому что если бы мы все... Нет, я даже не шучу. Наши 300 с вами тысяч, это в пределах погрешности для Кремля. Они же рациональные люди. Если бы все давали такие числа, цифры, как Дудь, да, в оппозиционном среде, то прихлопнули бы и Ютьюб. Но они сопоставляют ущерб от этого и от того. Закрытие ведь Ютьюб, мы же находимся с вами, ну, повторяю, Дудь, это все-таки исключение блестящее. Мы находимся с вами на периферии Ютьюба, да, наши с вами эфиры и все наши оппозиционные эфиры. Это периферия, да, эта труба, собственно говоря, Ютьюбовская, она уж довольно широкая и гонит она, ее пользуются многие сотни миллионов людей. И в России пользуются все и смотрят в диапазоне от порно до кошечек и, да, и вирусное видео всякое забавное по приколу, да. Закрыть Ютьюб, отрезать россиян от такого досуга, вот это значит подрывать собственную электоральную базу для Путина. Мы представляем меньшую опасность, чем пока что, по крайней мере, все вместе с студен, меньшую совокупную опасность для Путина, чем перспектива закрытия Ютьюба и того, чтобы против него ополчаться, собственно говоря, люди, которые вообще перед ним ни в чем не виноваты и с удовольствием смотрят в порно и кошечек. А он их возьмет и лишит этого удовольствия. Зачем же это нужно? Вот, поэтому, значит, пока не дорабатываем. Надо переходить, достигнем миллионной аудитории. Аудитории меньше миллиона их не интересуют. Они, я цитирую себя, не первый раз. Да, аудитории меньше миллиона их не интересуют. Их интересует то, что может повлиять на электоральный фонд. Мы, да, ведем борьбу за людей, за отдельных людей. Вот есть этот Володя Романенко, вот есть какие-то люди, да, кто-то смотрит. Кто-то кого-то, может быть, там натолкнет на какие-то мысли наши эфиры. Но это все пока что никаким образом не угрожает, собственно, электоральной картине. И поэтому YouTube в России не трогают. 18, как, перефразируя, да, классику, 18 мне уже, открывай меня везде. Вот будем открывать этот YouTube, значит, везде. Да, дорогие друзья, мы берем на себя, значит, повышенные обязательства приносить больше вреда путинскому режиму в меру сил, здоровья и полученного образования, к сожалению. Но с такой подачей невозможно, конечно, не обратиться и к вам. Помогите, от вас нужен всего-то лишь лайк. Это поможет YouTube распространять нас чисто технически. Ну и, конечно же, подпишитесь. Мы уже приближаемся к миллиону, если не в каждом видео, то хотя бы в качестве, то хотя бы в количестве подписчиков, но в качестве вашем мы, конечно же, не сомневаемся. Продолжение следует...